Адвокат Николай Полозов занимается в том числе и вопросами мобилизации на связи с нашей студией. Николай, приветствуем вас. Добрый день. Ну вот прошло уже время с начала президентского путинского указа. Мы видим некоторую динамику. Что вы замечаете? Только ли вот эти совершенно бредовые истории, которые не укладываются в житейскую логику? Либо есть уже какая-то система, о которой мы можем говорить о провалах мобилизации или о какой-то ее системности напротив? Ну прежде всего надо отметить, что население России в основной своей массе охвачено паникой. В связи с этой мобилизацией действительно огромное количество людей, которые потенциально могут попасть под нее, выезжают за рубеж. И надо отметить, что пока власти активно не препятствуют этому оттоку. То есть, по всей видимости, Кремль решил, что нелояльные пусть лучше уедут сразу. Оставшихся хватит на необходимое количество живой силы, которую Кремль намерен мобилизовать. Что касается протекания самой мобилизации, то даже пропагандистские ресурсы заявляют чуть ли не о том, что военкомы являются агентами западных спецслужб, что они специально подрывают спокойствие граждан, проводя огульную мобилизацию, выгребая одноглазых, одноногих, больных, людей, которые имеют законные отсрочки от мобилизации и так далее. То есть, все как обычно в России, перегибы на местах. Тем не менее, этот процесс идет, повестки раздаются, причем раздаются повсеместно, в том числе в Москве, Петербурге и крупных городах. Важно заметить, что есть несколько вариантов, как можно уйти от мобилизации, можно выехать с территории Российской Федерации, можно прятаться, правда, недолго. Это, кстати, похоже на реалии жизни в Луганске, к примеру, где мой знакомый уже на протяжении 8 месяцев, он прячется от незаконной мобилизации в так называемую народную милицию, прости господи, Луганской Народной Республики, так называемой группировки. Так вот, есть еще один выход, можно пойти, собственно, мобилизироваться, можно себе руку-ногу сломать и так далее. А есть пример рэпер Уокки, мы сегодня уже о нем вспоминали, это из Краснодара, если не ошибаюсь, человек Иван Питунин. Он совершил акт самоубийства, он оставил после себя записку своей то ли девушке, то ли невесте, вот я не могу не вспомнить, и он говорил о том, что, ну, выбора, по идее, у меня нет. Если я буду протестовать на улице своего города родного, либо же поеду в Москву, в другие большие города, то меня отправят в тюрьму, и там надо мной будут издеваться. В то же время, как говорит Питунин, я не хочу ехать в Украину, убивать украинцев, поэтому я нашел выход один. Правильно ли я понимаю, что пацифистам не получится остаться? То есть выхода по-другому, по-простому, выхода нет, как в Пилку Эква. Существует несколько вариантов, действительно, уехать пока еще, границы открыты, хотя никто не знает, в какой момент могут существенно ограничить выезд людей, теоретически подпадающих под мобилизацию. Есть возможность скрываться, Россия большая страна, и мест, где можно скрыться, предостаточно. Можно, если человек отказывается, значит, мобилизовываться, избрать путь уголовного преследования и таким образом не оказаться под мобилизацией. Ну или вот, как рэпер, да. Что касается возможности протестовать, ну важно понимать, что репрессивный аппарат в основной своей массе не мобилизуется. То есть Кремль, наоборот, увеличивает расходы на полицию, на Росгвардию, на ФСБ. Поэтому протесты в этом смысле, они малоэффективны. Мы видели, что происходило в Дагестане, но властям удалось потушить там те протестные явления, которые имели место быть несколько дней назад. В данный момент, Николай, все-таки процесс, это все в динамике, будем наблюдать, как говорит один российский журналист. Смотрите, я хотел вас попросить развеять один миф, который очень устойчивый в России среди призывного и подпадающего под мобилизацию населения, молодых людей. Конкретно могу сказать из разговоров с несколькими людьми. Не пойду по мобилизации, посадят в тюрьму. Из тюрьмы отправят на войну. Вот это можете опровергнуть? Потому что я пытаюсь объяснить людям, что то, что вы попадете в тюрьму, это, конечно, ужасно, это, конечно, мягко говоря, неприятно. Может быть, сопряжено со многими неприятностями и ужасами. Но вот такого работающего механизма, что любой отказ от мобилизации и попадания в тюрьму гарантирует отправку на войну, ну, его нет. Или я ошибаюсь? Ну, прежде всего, важно понимать, что оснований попасть в тюрьму не так уж и много. Во-первых, неявка в военкомат и попытка скрыться от мобилизации на текущий момент, вот по текущему законодательству. Конечно, они могут все в Госдуме переиграть по-быстрому, но на данный момент это административное правонарушение, которое предусматривает максимально штраф 3000 рублей. И никакого тюремного заключения быть не может. Что касается уклонения от воинской службы по статье 328 Уголовного кодекса. Ну, во-первых, это статья небольшой тяжести, до двух лет лишения свободы. И зачастую либо штраф дают, либо условные наказания. Во-вторых, она касается только призывников, не тех, кто должен проходить срочную службу, а не тех, кто мобилизуется. Что касается мобилизованных лиц, то действительно Госдума приняла накануне мобилизации в экстренном порядке поправки в Уголовный кодекс. И за самовольное оставление части теперь предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Но, во-первых, следствие идет не 2-3 дня, а месяцами, а то и годами. И, во-вторых, даже если человека осудили, насильно из тюрьмы никого на фронт не отправляют. Все, что мы видели до того, это ЧВК Пригожинская собирала людей из зон добровольцами. То есть эти люди сами принимали решение заключенной, идти им на войну или не идти на войну. Поэтому в этом смысле, если человек не получал повестку, если он не приближался к военкомату, если он прячется, максимум, что могут сделать власти, это его оштрафовать. Но если человек скрывается, кто же его оштрафует? Еще один из аспектов. Недавно мы также с коллегами обсуждали перед началом нашего с вами разговора. Появились видео, как везут... Не знаю, наверное, это больше моральные аспекты, чем законность или многое другое. Как новомобилизированных, я не думаю, кстати, что эти люди против, вот поездки на войну против украинцев, ехали в автобусе, автобус разбился в конечном итоге, там якобы никто, может, не пострадал. Десятки бутылок водки и многое другое. Это один из аспектов вот этой частичной мобилизации, как это происходит. Не знаю, зачем вот там водка находилась, я, честно говоря, не совсем понимаю. Возможно, это сами новомобилизированные купили и так далее. Вы, кстати, согласны с таким тезисом, который сейчас добавляют к этим людям? Мобики. Мобиками, я напомню, называли этих людей, которые незаконно мобилизировали на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей. Теперь же и граждан Российской Федерации, которые забирают, также мобиками называют. Ну, я слышал название чмобики, что означает частично мобилизованные, потому что мобилизация объявлена частичной. Что касается алкоголя, то это, по всей видимости, такая старая русская традиция. Недавно я видел карикатуру времен Первой мировой войны про русскую мобилизацию, где также солдаты пьют водку из бочек. То есть, по всей видимости, это устойчивая традиция. Но, по большому счету, если мы говорим об этой мобилизации, то, конечно же, задача российских властей это собрать вот эту живую силу, людскую массу и попытаться из этой массы построить некую стену, некий мясной щит на вновь аннексированных территориях, на оккупированных территориях, для того, чтобы высвободить остатки, огрызки вот этой кадровой армии, которую, по всей видимости, Кремль хочет пополнить, каким-то образом обновить и сформировать, может быть, какие-то наступательные подразделения. Поэтому зрелище это, конечно, жалкое. Что касается в целом протекания мобилизации, но сейчас важно понимать, что мобилизуются в основном те, кто под воздействием пропаганды или каких-то идей хочет этого. В какой-то момент власти будут мобилизовывать тех, кто уже не очень хочет мобилизовываться, а потом разыскивать, отлавливать тех, кто совсем не хочет мобилизовываться. Поэтому сейчас мы видим традиционное шапкозакидательство и все эти видео с пьяными, значит, мужчинами среднего возраста. Дальше зрелище будет еще печальнее. Николай, вот такой, может быть, еще аспект, скажем, пропагандистский пиар, аспект этой мобилизации. Как вы себе объясняете, активное участие, причем в такой роли защитницы, заступницы российских граждан Маргариты Симонян и вообще топ пропагандистов, которые Соловьев вообще призывал расстреливать военкомов, которые якобы там у них на местах перегибы. Как это объяснить? И, например, еще один факт, который меня настораживает, учитывая российскую систему, российский режим. Вот, опять же, вы говорите, видео, как много этих видео, но эти видео разрешают им снимать? Не отнимают у них мобильные телефоны, даже у самих же этих солдат? Зачем это делается? Зачем, с одной стороны, часть пропагандистского цеха выступает как заступники, а с другой стороны, мы вот всю, во всей красе вот эту вот разгильдяйскую мобилизацию можем видеть? Ну, что касается пропагандистов, то действительно существует такой феномен волка в овечьей шкуре. Это было еще и до мобилизации, когда такие, как Симонян, они занимаются якобы благими делами. То детишкам помогают собирать больным какие-то деньги, вот сейчас переключились на устранение перегибов на местах, связанных с мобилизацией. То есть, таким образом, в их понимании, они демонстрируют человеческое лицо и тем самым пытаются заручиться лояльностью определенной части населения к действиям власти. То есть, они таким образом обеляют власть. Что касается телефонов мобильных, ну, при всей, скажем так, при всей мощи репрессивного аппарата, в России разгильдяйство, оно все равно имеет место быть. Не у всех, видимо, удается отнять телефоны, не везде успевают перекрыть попадание этих видео в сеть, поэтому они и становятся предметом обсуждения общественности. Вот это интересно, потому что коллега наш, журналист Роман Супер, который сейчас находится вне России и ведет активно антивоенную деятельность, он написал сегодня, что его знакомого по мобилизации забрали. На фронте первым делом отобрали мобильный телефон. Звонить родне разрешают один раз в день. Разговор должен длиться не больше двух минут и только в присутствии старшего. Прослушивают абсолютно всех. Собственно, эту информацию человек успел передать, позвонил маме. Еще успел сказать, что домой может не вернуться. Их бросили в мясорубку, в которой пули, снаряды летят постоянно со всех сторон. И он на этом разговор прервался. То есть, видите, все-таки уже там, на фронте, когда они могут снять что-то более интересное, чем пьяный дебош у автобуса, им этого не дают делать. Ну, естественно. То есть, с момента попадания в часть у них, естественно, отнимают все средства связи. Пока они едут туда, они пользуются тем, что телефоны у них есть. Николай, еще один аспект. Я не могу его обойти. Огромное количество незаконно мобилизированных из российскими властями также есть на территории Автономной Республики Крым, временно неподконтрольной части Украины. И мобилизируют там крымских татар почему-то в основном. Знакомые пишут, нашим коллегам говорят о том, что мобилизируют только крымских татар. А почему? Ну, это элемент этнических чисток, это элемент геноцида в отношении крымских татар. Мы все прекрасно знаем, что на протяжении более чем 8,5 лет оккупации крымские татары находились под жестким давлением со стороны российских властей. И вот сейчас эта мобилизация попутно решает внутренние задачи Кремля по крымско-татарскому вопросу. Действительно, количество повесток, выданных крымским татарам в процентном соотношении, превышает в Крыму количество повесток, выданных людям других национальностей. Ну, судя по всему, задумка Кремля – мобилизовать как можно больше крымских татар, отправить их в мясорубку и тем самым достигать своих целей по уничтожению этого народа. Один аспект. А есть ли возможно сейчас у крымских татар покинуть территорию автономной республики Крым, именно неподконтрольной части Украины? Были сообщения о том, что российские оккупационные администрации в Крыму, они перекрывают крымский мост, проверяют документы, и, собственно, если видят, что перед ними крымские татари, они разворачивают автомобиль, либо же сразу забирают и воинскую часть. На текущий момент возможность выехать есть, но она ограничена. Известно, что минимум тысячи крымских татар уже смогли выехать не только с полуострова, но и за пределы российских границ, оказались в Казахстане сейчас. Что касается ситуации с выездом с полуострова, то перед Крымским мостом, рядом с Керчью, находится блокпосты, на которых действительно проверяют документы. Николай, говорим, огромное вам спасибо за то, что стали частью нашего информационного марафона на телеканале Freedom. Николай Полозов, адвокат, был с нами на связи.